Всем привет, я Алексей Романов, это канал Ньюс Эдов. Вы сейчас находитесь в гораздо более выигрышном положении, чем я. Вы сейчас на момент просмотра этого ролика вот здесь вот видите итоги парламентских выборов Грузии. А я на момент записи даже не подозреваю, каковы они. Я не то что не знаю процентов, я даже не знаю, кто победил. Партия Саакашвили, она взяла реванш, она вернула себе власть или нет. Или они вообще объявили, что действующая партия власти все сфальсифицировала и зовут людей на баррикады, а Саакашвили уже сражается с полицией. Заканчивается день выборов в Грузии, а я даже не подозреваю, каков будет итог этих выборов. И это классно. И это просто фантастически не похоже на то, что называется выборами в России. О том, что в России не выборы, а выборы сказано было много. А вот вам визуальный образ. Это митинг оппозиции в Тбилиси за два дня до вот нынешних парламентских выборов. Я не знаю, сколько здесь тысяч человек, но проспект Руставели был занят полностью. Это все равно, что наша российская оппозиция целиком бы своим митингом заняла Тверскую улицу в Москве. Основатель этой партии находится в изгнании, его ключевые соратники в тюрьмах. А сама партия проводит вот такого масштаба мероприятия. Но даже не это самое интересное. Напоминаю, это митинг оппозиции. Вот так они относятся к своему Путину, как они здесь его называют. Считают его проектом ФСБ, это такое Ванишвили. А вот это, при всем том, силы правопорядка, которые охраняют этот митинг. Вот еще, вот еще мне удалось сфотографировать. Никаких космонавтов, никаких колонн автозаков, и уж тем более этих полицейских рамок, как на Болотной было и на Сахарова. Помните? Все дело в том, что кто здесь власть, вот здесь конкретно определяет не вот эти полицейские. Они потому и мирные-то такие, что на вопрос этот отвечают люди, которые сюда пришли. Которые через два дня вот после этого митинга, то есть вот сегодня пойдут и проголосуют, и выберут эту власть. И полицейские вот здесь и сейчас не знают, так же, как я здесь и сейчас, кто этой властью станет. Вот она, прелесть настоящих демократических выборов. И вот тут я должен сказать несколько слов в защиту наших отечественных оппозиционных партий и их лидеров. Я белой завистью завидую грузинам, которые настойчиво и небезуспешно на обломках Совка создают сейчас себе демократическую страну. Но при этом я должен признать, что делать это здесь, в Грузии, все-таки несколько легче, чем в России. Ну вот возьмем революцию Русы, представим, что она происходит в России. В этом случае какой-нибудь блок Навального ежедневно собирает в Москве трехсоттысячные митинги. При этом ОМОНа нет даже на горизонте. При этом сам Навальный сидит не под домашним арестом, а в кресле председателя Мосгордумы. И самое главное, первый канал, который Константин Эрнс, который главное оружие пропаганды, работает не на Путина, а на оппозицию. Естественно, в таких условиях, а они были в Грузии в 2004 году, свергнуть режим проще. Но даже в таких условиях, для того, чтобы свергнуть режим, нужны совершенно бескомпромиссные, фантастические, активные, я бы сказал, пассионарные лидеры. А в России, в 2011 году, или вот тем более в 2016, режим намного жестче. Он уже даже не авторитарный, он полутоталитарный, полный контроль над СМИ, бесконечная, безбрежная полицейщина и, мягко говоря, не очень последовательные лидеры оппозиции. Сейчас, глядя на то, как выглядит политический процесс в Грузии, я отчетливо понимаю, я убежден, что тогда, в 2011 году, а уж тем более сейчас, в России поменять власть с помощью выборов было невозможно. Я не знаю, почему у Грузии получилось. Почему с перебоями, с остановками, но демократии у них приживаются. Может быть, причиной тому гражданская война 1991-1992 года, которая обозначила черту, и которую сейчас не рискуют, переступает ни оппозиция, ни власть. А может, это историческая память. В конце концов, ведь именно Грузия с 18 по 21 год была самым успешным демократическим государством на постимперском пространстве. Даже успешнее, чем страны Балтии на тот момент. Но я точно знаю, что в отношении демократии Россия не Грузия. И таких условий, которыми смог воспользоваться тот же Саакашвили, в России нет. А значит, сменить власть современной Российской Федерации не получится. Ни с помощью демократических процедур, так называемых выборов, ни с помощью цветной революции. То есть, революции бескровной. Как это было в Грузии 12 лет назад, ну и, может быть, произошло сегодня. Вы-то уже знаете итоги. Как смогли они, нет, сделать свою революцию. Рост 2.0. На этом прощаюсь. Я Алексей Романов. Пока. Увидимся. Подпишитесь. Субтитры создавал DimaTorzok